Мы желаем всем крепкого, крепкого здоровья! 45-й юбилейный онкопатруль встречали в станице Варениковской. Уникальный профилактический проект. Онкопатруль по Краснодарскому краю уверенно шагает более трех с половиной лет. Он был создан в 2011 году в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы» по инициативе вице-губернатора Галины Золиной. В Крымский район прибыли ведущие специалисты-онкологи краевого онкологического диспансера. Дорогие гости, мы рады вас приветствовать в станице Варениковской. В этот день в станице Варениковской работали мамологи, онкокардиологи, онкоурологи, онкопрактологи, а также пульмонологи, психологи, рентгенологи и врачи ультразвуковой диагностики. И главная задача своевременно – обнаружить патологию. Медицинские сёстры в стильной форме и волонтёры со стикерами «Спроси меня» подсказывали крымчанам, с чего начать обследование и как найти необходимых специалистов. Раздавали красочные информационные буклеты о профилактике и раннем выявлении заболеваний. По давно сложившейся традиции, особое праздничное настроение участникам акции создаёт интересная культурно-образовательная программа мероприятия. Ведь каждый онкопатруль – настоящий праздник для жителей Кубани. Районы, города, сёла стараются привнести что-то своё, чтобы оставить светлую искорку в памяти каждого участника. В Варениковской все дружно делали зарядку. К спортивному флешмобу присоединялись все желающие. А вот в чайном можно было выпить чашку чая, приготовленного по кубанскому рецепту вместе с бубликами. Все угощения здесь раздавались бесплатно. Вокруг было много интересного. Народные умельцы представляли свои работы на выставке-ярмарке. Звучали песни в исполнении крымских творческих коллективов и прямо на улице, и в стенах ДК. На сцену вышла главная онколог Краснодарского края Маргарита Казанцева. Протоиерей отец Сергий, замглавы района Татьяна Надолинская. Мы очень рады, что вы приехали, нашли время для нас. Весь Крымский район в ожидании был все эти дни. Мы здесь, и спасибо вам, что вы присутствуете здесь и приехали с лучшими краевыми врачами-онкологами. Дай бог всем здоровья и всего самого лучшего. В ходе 45 прошедших выездов онкопатруля в крае опытными специалистами было обследовано уже 153 201 житель Кубани. Выявлено 1 943 подозрения на рак и 3 582 предраковых заболевания. Очень важно, что в ходе акции злокачественное образование в 89% выявляется на ранних стадиях. А значит, у пациентов есть шанс на полное выздоровление, подчеркивает главный врач краевого онкологического диспансера номер один. В чем сковарство рака? Он никак себя не проявляет на ранних стадиях. Вот на этих ранних стадиях он как раз полностью излечим. Но человек ничего не чувствует, у него ничего не болит, никаких симптомов он не ощущает. И если появляются какие-либо первые симптомы, слабость, недомогание, резкая потеря массы тела, если эти симптомы являются признаками онкологического заболевания, то это не будет начальной стадии. Вот именно сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы рак выявлять на ранней стадии. Приехали самые лучшие специалисты, врачи, онкологи. Это не врачи-стажеры, это кандидаты и доктора медицинских наук. Это те люди, которые вчера до восьми вечера стояли у операционных столов, спасая жизни наших кубанских больных. Сегодня они рано утром проснулись и выехали к вам. Главному онкологу Кубани отец Сергий подарил икону «Все царицы», благословив на дальнейшие успешные дела. Маргарита Казанцева напомнила всем о коварстве рака, о том, что его выявление на ранней стадии – это не приговор. Уникальную профилактическую акцию «Онкопатруль» всегда сопровождают песни, что помогает побороть страхи и прийти на обследование. На праздник все идут с удовольствием в такой обстановке и обследоваться легче. Этот проект уникален именно тем, что мы не ждем прихода пациентов к нам в учреждения. Мы приезжаем сами, с самой отдаленной территории края. И, знаете, это великолепная идея губернатора, потому что ни один субъект Российской Федерации такие проекты не проводит. «Онкопатруль», «Кардиодесант», невзирая на многочисленные выступления на конгрессах, ни один регион не решается перенять наш опыт. Ну, наверное, именно потому, что, во-первых, он достаточно трудоемкий. Но на сегодняшний день мы видим поразительные результаты, потому что за теми цифрами, которыми я вам назвала, стоят жизни людей. Это спасенные жизни людей. Поэтому я думаю, что однозначно это мероприятие «Онкопатруль» в нашем крае очень востребовано, оно очень результативно спасает жизни людей. Целый день на прием краевым специалистам шли жители Крымского района. Этого момента ждали и врачи Крымской центральной районной больницы и пациенты. Крымчане, для кого и был организован патруль, его приезду особенно рады. На меня два направляли врача к консультации к онкологу в Краснодар. А я тут уже все прошла. Все, теперь спокойно пойду домой. Не всегда у нас есть возможность попасть к онкологу. И это надо ехать куда-то. Тем более мы живем в Кударах. А вот сюда мы приехали, мы хоть здесь пройдем то, что нам надо. Но это хоть для себя. Вы знаете, что у вас все нормально. То дальше вам не придется обращаться к каким-то врачам. А если вы были ответственны на результаты, значит нужно обратиться к врачам. Очередной онкопатруль прошел с участием передвижного мамографического комплекса для ранней диагностики рака молочной железы, который буквально накануне вернулся из Василковского района, где на протяжении трех дней работали специалисты мамологического онкопатруля. В Крымском районе врачи патрулировали до последнего пациента. Итоги акции подводили уже в 6 часов вечера. В этот день в бесплатную консультацию получили и скрининг обследования прошли 3538 жителей Крымского района. Для них проведено 673 диагностических исследования. У 27 человек были обнаружены подозрения на злокачественное новообразование. У 55 выявлены предраковые заболевания. Все пациенты с подозрением на злокачественное новообразование направлены в отделение диспансера для уточнения диагноза и проведения необходимого лечения. Продолжение следует...